Давайте по информационной графике, по карте посмотрим с вами. Сейчас самые ожесточенные бои продолжают вестись, конечно же, на востоке и на юго-востоке нашей страны. Начнем с Харьковской области. Видим, что сильные бои ведутся. Я напомню, что ранее Генштаб ВСУ заявил о том, что наши военные пошли в контрнаступление на Изюмском направлении. В целом, на Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границ с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений. Слобожанское направление давайте разберем с вами. Это как раз Харьковская область и уже больше к востоку нашей страны. Там продолжаются артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова. Вот здесь мы можем с вами видеть. Самые ожесточенные бои ведутся именно здесь. Если переходить как раз в сторону Изюма, ранее уже говорил о том, что там, в этом направлении, Российская Федерация постоянно проводит воздушную разведку с помощью своих беспилотников. Кстати, эти беспилотники очень удачно сбиваются нашими военными. Также ведутся активные действия боевые на Луганском, на Донецком направлении. Ну и, понятное дело, Азовсталь, которая уже второй месяц держит оборону. Там, я напомню, постоянно проводятся эвакуационные операции, чтобы эвакуировать наших людей с Азовстали. Также вчера во время эвакуации один автомобиль был обстрелян, в результате чего один наш военнослужащий погиб. Еще несколько человек были ранены. И это самые ожесточенные бои, как раз сейчас ведутся в районе Азовстали. Российские военные продолжают обстреливать ежедневно Азовсталь.